приветствую вас уважаемые коллеги трейдеры и зрители канала маркетс компании моего партнера возможно зрители моего youtube канала зовут меня тимофей и сегодня мы с вами отложим сторону графики и поговорим про психологию то есть чего как я считаю должно начинаться обучение вообще любой торговли на фондовом рынке валютном рынке и без чего немыслимо я думаю успешная торговля и именно на психологию как я считаю опять же таки должны ложиться ваши уже последующие знания то что вы будете читать в книгах или слушать на различных лекциях youtube каналов и так далее особо это актуально друзья после последних событий движения по фунту пятничная любые валютные пары которые связаны фунт доллар евро доллар евро фунт кто что из вас торгует я знаю это это может быть грустно но с другой стороны это неотъемлемая часть реалии торговли трейдера возможно кто-то да почти наверняка кто-то из вас пятницу потерял свой счет у кого-то серьезная просадка и как раз я думаю сейчас самое время эту тему обсудить психологии на торговле что делать и там когда вы потеряли счеты как преодолеть свою психологическую то барьер это все отдельно есть у меня на канале но скажу сразу меня не очень любят в сети не очень любят коллеги в брокерских компаниях особенно потому что я рассказываю вещи неудобные которые в некоторых ситуациях принято скрывать но первое на что вы наверняка может быть обращали может быть нет внимания почему на рынке форекс на валютном рынке когда вы общаетесь с трейдером когда он хочет как-то рассказать про свою успешность речь идет почему-то не о финансовой успешности хотя это финансовый валютный рынок а звучит фраза у меня пять-десять пять лет работы в рынке 10 лет опыта работы в рынке но почему-то как речь заходит какой-то финансовой успешности речь заходит о том что послушай ка если ты рассказываешь как заработать деньги наверное ты уже должен заработать сам тут часто возникает пауза не моя сцена и уход от ответа с комментариями что это вроде как не принято показывать дальше я тут немножечко друзья записал комментарии еще одним моментом валютный рынок это мясорубка там всегда присутствует баланс вот у меня бензин заканчивается присутствие всегда баланс деньги не берутся из воздуха если они у кого-то появляются значит они у кого-то пропадают если все банки допустим кого не слышите у всех везде кругом плюс то тогда где берется минус на этот плюс то есть на всю материю друзья должна присутствовать антиматерия это как бы тоже повод для размышления так то я уже сказал в третье забавная штука когда вы смотрите новости я очень люблю эту фразу на фоне чего-то там на фоне того что плохая погода или какой-то танкер взорвался изменили сцены на нефть примеру может быть какая-то только смысл этого есть но я иногда шучу как продажник я ловлю все эти моменты фразы я шучу так что на фоне дома номер восемь я в субботу пьяный на машине врезался в столб и вот и это как раз отражает смысл бессмысленность прость прощается ты здесь за тавтологию этой фразы второе я был на радиостанции как-то в ростове три года назад меня оттуда выгнали потому что меня спросили где храню деньги ответила я храню в тумбочке потому что тумбочка никогда мне да не дает вам не знают вопросы куда я хочу потратить деньги они спрашивают тимофей почему-то взял от из меня 300 тысяч на что-то и тратишь деньги сейчас я тебе типа заморожу там как-то и не дам их достать нет проблем нет с этого момента меня на радио больше не приглашали но я знаю как делать с новостью это видел экономически какой-то специалист экономического блока ведущий приглашайте трейдера и вот такая ситуация к примеру как возможно сейчас это происходит давайте под живой момент фунт у нас скаканул с 1.23 в 1.27 сидят ребята там вдвоем перед новостями думают уже чем рассказать такое давай скажем что танкер какой-нибудь взорвался или там чуть еще произошло или вот как у нас было пять лет назад это не помню вот это точный пример рубль когда вот эта движуха была вся лютая что-то там с 59 ушел в 65 и они такие говорим о давай говорят скажем что навального выпустили навального посадили поэтому рубль двинулся то есть фраза и звучит вот как раз фраза на фоне почему я не слушаю новости возможно кто-то со мной поспорит в них возможно присутствует правда это одна сотая правда это допустим если я покажу вам палец любого человека попробуйте угадать что за человек вам показывают сотую часть и общую картину вы до конца друзья никогда не узнаете как я думаю опять и второе никогда не понятно заложена новость в рынок или нет она свежая и сильно сейчас по евро хорошая новость доллар падет на север или новость уже отработана и рынок будет работать по принципу поскольку покупаем по фактам продаем это тоже никогда не понятно я для себя и своей практике опять может со мной поспорить в новостях беру лишь время выхода новости и все как точка такая реперная точка откуда пойдет волатильность и что ты еще написал трейдер невозможно а то и трейдера как я уже сказал невозможно научить торговать без каких-то личных качеств именно психологических то есть так сказать контроль азарты контроль эмоций как сказал дэмура у трейдеров американских присутствует такое выражение в она возможно и в других каких-то областях присутствует то что дурака достаточно один раз напугать и дальше все ошибки он сделает сам ну как бы вроде все что выписал и вот еще плюс интерес такая забавная вещь почему люди теряют на трейдинге и все равно в нему возвращаются продолжает торговать трейдинг это друзья штука очень модная это также как вести бизнес бизнес может быть убыточным и трейдинг может быть убыточным но сам факт что я торгую это такой модный фантик как я считаю которые просто сказать если ты торгуешь даже убыток про это не рассказываешь это это круто считается так что все что я хотел сказать друзья бывают такие моменты в заключении кто действительно потерял счета бывают моменты что надо просто закрыть компьютер подождать выдержать паузу и рынок последний особенность среди вас мужчины там женщина может присутствовать есть ни в коем случае не работает тот принцип меня ударили я должен дать в ответ если вы сможете себя научить такой момент что рынок вам дал поддых дал пощечину вы отошли и приняли это это нормально потому что когда мы рынку пытаемся что-то заказать это один из моментов когда вы теряете счета мое мнение опять так что желаю всем успешной торговли друзья и еще раз помнить что психология тоже важно и даже самое главное в торговле ну как бы все желаю всем удачи да и удачи и привет еще раз моим партнером компания марк все это очень хорош друзья компания и возможно в другом выпуске вам расскажу почему после того как я со многими торговал я именно на них остановился все хорошего пока